Сердце Бумажно Хрупкие чувства Мне совершенно не важно Было, но прошло Я теперь одна А значит так надо Мне совершенно не важно Взаимно не нужно Сердце бумажно Хрупкие чувства Мне совершенно не важно Было, но прошло Я теперь одна А значит так надо Выдыхаю тебя в потолок Я прошла этот урок урод В моем сердце нуля, так хотелось любви Но ничего, у меня все будет топ Я одна, но почему-то не страшно Терять тебя я как игрушка Больше не страшно, на щеках тушь Две слезы, ямки, упал, не бешусь, а Не провожай меня, я уйду сама Я теперь одна, ура-ураган, радость скучна Мои заморочки, девочка, па, или пиполярочка Все, что у нас было, будет просто па Не бежим, меня больно можешь сломать Ничего не сложится, ведь мы не пазл Мой пульс бьется быстрее, чем кардио Не провожай меня, я уйду сама Я теперь одна, ура-ураган, радость скучна Мои заморочки, девочка, па, или пиполярочка Мне все совершенно не важно Взаимно не нужно Сердце бумажно Хрупкие чувства Мне совершенно не важно Было, но прошло Я теперь одна А значит так надо В 16 лет Маша Милаш работала в стриптиз-клубе Вижу, 6 мужиков стоят из моих снов Сексуальная тигрица С мастурбирующим Пашей техникам Пробовать повторить пузырьского сутра Любишь ты все эти вещи Пока даю Маша снималась в клипе Никоглая, после чего сильно поругались Обзывает, принижает Сейчас-то есть парень? Всех кинула на 100 тысяч Извините, друзья, если вы смотрите Лед, пожалуйста, лед Всем привет, друзья, это шоу Ночной контакт И как вы уже помнили по треку, который только что прозвучал У нас в гостях Маш Милаш, аплодисменты, пожалуйста Так, Маня, давай знакомиться Меня зовут Стас Я Маша Давай пятерку Ну так, у нас никто так из девчонок еще Давай пятерку Маша, что за начало такое? Офигеть, у тебя пальцы длинные Я добрый полицейский Это злой уважаемый дед Который может задавать очень интересные вопросы На которые ты, соответственно Да, вот интересный вопрос Мне какой чехол выбрать на телефон? Потому что у меня это повредился Ну тебе вот этот нужно оставить Оставить какой? На нем ваш специальный знак Все круто Вот я поэтому и хочу менять Не, оставь, оставь, так хорошо Маш, мы уже поняли, что ты певица Но ты занимаешься не только этим Давай я, чтобы наши зрители действительно узнали Кто у нас сегодня в гостях Я перечислю все разные сферы деятельности А ты говори про тебя это или нет А певица? Актриса? Ну было пару раз, сейчас сказать Было пару раз Но это не сказать, что прям Не сказать, что прям роли Ну да, эпизодические, знаете Не то, что у вас вот это вот Понимаю, понимаю В ромашках, там, знаете Хожу с мальчиками Вот это вот Играю И с мальчиками Я так и подумал Блогер? Блогер Телеведущая? Наверное, нет Наверное, нет Наверное, нет Стример? Есть такое Так, пранкер? Есть такое Почетный донор? Наверное, нет Мать-героиня? Нет, такое очень Экстрасенс в пятом поколении? Есть такое, конечно Эко-активистка? Не думаю Светская львица? Ну, тигренок, так сказать Сексуальная тигрица? Ну, есть такое В гостях сегодня Сексуальная тигрица Маш Милаш Спасибо Маш Милаш? Маш Милаш Почему Маш Милаш? Просто так В рифму? Ну, в рифму, да И мне показалось Что так будет мило Не, прикольно Маш Милаш Хотела бы себе Такую фамилию? Какую? Милаш Милаш? Да нет У меня Пушкин У нее фамилия Пушкин На что мне менять? Отличная фамилия, кстати Реально фамилия Пушкин Настоящая А я знаю, я выросла На его вот это Хорошо выросла, кстати Творчески Спасибо Видишь, как я тебя удобрял хорошо Спасибо Мань, пожалуйста Давай мы сейчас про Машу Узнаем всю правду Наконец-то И разоблачим Разоблачим Фейки о ней И у меня тут есть Несколько фактов Которые пишут про тебя В интернете В разных ресурсах Ну, давай, знаешь так Я предлагаю тебе Ты тоже что-то же Нашел про Машу Я ничего не нашел Я могу прямо сейчас поискать Давай, поспрашивай, пожалуйста Мне тоже интересно Факт это или фейк Это реально пишут в интернете Да, там очень много Я погуглю как раз Милаш Настоящая фамилия Маши Все верно Это правда Это правда Конечно Как? Паспорт покажи, пожалуйста Невидимый Не, серьезно Мне хочется интересно Это твоя настоящая фамилия или нет? Нет, конечно Нет Настоящую фамилию ты не говоришь Нет Не называешь Почему? Ну, просто Козявкина? Пушкина Уже есть один, даже два Надо называть А, ну, блин Нет, ну просто я понимаю, что Козявкина Понимаю, почему скрываешь Не, не Козявкина, слушай Далеко нет Какашкина? Совершенно нет Тогда чего стесняться? Ну, просто Иванова разве что? Ну, и тоже нет И не Петрова даже Мы будем это гадать, да, сейчас? Ну, давайте Просто интересно, просто интересно Люди же из себя псевдонимы Оба каким-то образом придумывают Подожди, если не Козявкина, не Кокашкина Ярушина? Нет Тогда я не знаю, чего стесняться Ну, было, знаете, как, на самом деле Это было еще в восьмом классе Так Я была очень вредная и неприкольная Знаете, такая была Ну, сучка, будем называть откровенно, да? Восьмиклассница Да, да, да У меня был пацан Мы там статус контакта ставили еще В восьмом классе пацан у тебя был? Ну, такой, знаете, мы за руку брались два раза А, хорошо В восьмом классе больше нельзя делать ничего Вот И, получается, бросила я его И со мной все перестали дружить Все говорили, что я плохая, ужасно У меня был четвертый айфон Я спросила, мама, как сделать так, чтобы было мило Милое название Чтобы как корабль назовешь, так он поплыл Она говорит, ну, милашка сделай Машка, милашка Я подумала, это слишком сладко А вот Маш, милаш, отлично И как-то так получилось И сейчас тот, которого ты бросила, наверное, завидует У него, наверное, уже ребенок есть Да Ему сколько? А сколько ему было тогда в восьмом классе? Он был в одиннадцатом Он был в одиннадцатом Господи Кстати, его можно было засудить Ну, значит, Маша не говорит о своей настоящей фамилии, окей А потом в аэропорту узнаем у девушек на стойке регистрации Так, вот, пожалуйста, факт или фейк? Подожди Маша на самом деле Сережа Сережа на самом деле мой папа Так А я, получается, Маша А, я просто неправильно прочитал Ты Маша Сергеевна, получается Все верно, а если быть точнее, как ты ее называешь? Маня Сергеевна Маня Сергеевна Ну, типа так Ну, я тоже Сергеевич Реально, да? Реально, да? Давай пять Давай пять Блин, прикольно А ты не из Челябинской, не случайно? Нет, нет, я из Москвы Будем друг другу пять давать иногда Давай Ну, просто для движения, для динамики кадров Давай, хорошо Хорошо Будем друг другу давать Тебе тоже? Нет, я надеюсь Тебе давать не будем Я просто, для меня это слишком много действий Приподниматься Надеюсь, у нас ничего не совпадет с тобой Костя рука хрупкая, можешь поломать Поэтому Все хорошо Тоже минус, кстати А в 17 лет Маша Милаш съехала от родителей И начала жить самостоятельно Не уверена, что было так А как было? Думаю, что я жила там лет до 18 точно Но там получилось как? Что я просто в 13 лет работала Кем? Я работала хореографом Хореографом Я обманывала, короче, преподавателей в разных студиях вокальных Что мне 18 И работала хореографом Получала деньги Мне нужно было купить все джинсы И поэтому я работала Там разные вообще у меня были работы Я и делала какой-то был Moscow Fashion Week О, боже мой Да, да В 13 лет? За 1000 рублей в час, между прочим О, боже Ничего себе Хороший ценник, кстати Хороший ценник Так в итоге ты себе джинсы купила? Я покупала себе джинсы раз в неделю Вот это ты можешь себе, конечно, позволить Ну, они были, знаете, там 999 рублей Те самые джинсы сейчас на тебе? Да, да, да Это уже перешитые Они, типа, чуть подрослые И тут уже нашили разных карманов Из других джинсов Это вот молния была на тех Которые я купила Сейчас только так Сейчас уже самим надо будет шить Ну да, я вижу, у тебя вот Ну, тоже сшито как будто Так все сшито у меня Ну, ну Это ничего не росло на огороде Реально? Да Ничего себе Факт или фейк? В 16 лет Маша Милаш работала в стриптиз-клубе Это было, да Это было Знаете, как это было? Во сколько лет? В 16 лет Маша Милаш работала в стрип-клубе Короче, получилось так, что в 15 лет я работала в Доме композиторов Там была такая чудесная женщина Вам покороче или подлиннее? Не-не-не, ну интересно, рассказывай Ну вот, и мы с ней, с ее коллективом там ездили уже по разным странам У меня была доверенность на нее оформлена родителями Так И только она знала, сколько мне лет на самом деле Так Я ездила, преподавала разным вообще людям Иностранцам Считала на их языке там были Австрия, там была Словения, Словакия Я на их языках То есть некая валютная история получается Ну получается, да Да Вот Но мне не платили там Все это делала я бесплатно И когда я приехала, я поняла, что нужно что-то менять Ну как-то бесплатно уже не работает Работодателя Ну, к примеру Например Начнем с этого Да И нахожу я работу с ребятами, там написано Работа с ребятами Работа с ребятами Гибкий график Зарплата 10 тысяч за номер А я с этой женщиной Так Уже во всяких этих странах Ставила за две недели 10 номеров Я посчитала У меня примерно получилось 100 тысяч в месяц Я подумала Ну это идеальная работа для меня Это же я могу сейчас пойти Да, и зарабатывать 100 тысяч А еще гибкий график Это что значит? Подсказывай Это значит, что ты можешь покупать недели уже трое джинсов Да, ну нет Это значит, что я могу еще где-то работать И зарабатывать еще деньги Конечно Там еще был бесплатный зал Бесплатный солярий Я думаю, ну что это за радость такая Что за работа такая с ребятами? И я звоню им Было 8 вечера Говорю, здрасте Хочу к вам прийти Ну вот, чтобы мы поговорили Вы рассказали про работу Попробовать Они говорят Да, приходи прямо сейчас Ребята ждут А я ничего не понимаю Я говорю, как сейчас? Я звоню маме Он говорит, какая-то странная ситуация Давай-ка ты Ну завтра А меня Деньги, конечно, грели уже с детства И, короче говоря Я приезжаю туда Я хожу, ищу Это были Это центр Хожу по центру Ищу какой-то ДК Детский дом творчества Какой-то вот школу Может быть искусств И мне говорят Ну тут такой стриптиз-клуб Видишь? Да, это тоже школа Жизни Я прихожу И это оказывается Мужской стриптиз Я подхожу Вот такой цветочек И вижу Шесть мужиков стоят Из моих снов Ну на сегодняшний день Вот И я в шоке Я впечатлилась Знаете, как судно Я тоже видел этот сон Кстати говоря Да? И как? Да, нормальный сон хороший Да Только там восемь было Все, поняла Прикольно расскажешь потом Я покажу А, покажу Все, хорошо Так вот И я захожу туда И меня введут Наверное Ну то есть Как попозже оказалось Это был приват Комната И мы сидим И мне вот сидит Получается арт-директор клуба И говорит Смотри, у нас работа такая Наверное, не для тебя Здесь нужно вот С мужиками работать Они не совсем одетые Он не может мне ничего сказать Ну типа ему неловко Безумно Он не знает, сколько мне лет Думает, что мне лет 18 Вот А мне 16 И он типа Тут, наверное, ты подумай И не приходи Я начинаю смотреть фотографии А там фотки мужиков А на них только колпачки Новогодние Тема Больше ничего нет То есть ты работала В стриптиз-клубе Хореографом Хореографом, да Ты мужикам голым Они были не голые, конечно Но да Но как ты держала себя в руках? Честно сказать Я работала там 8 месяцев За эти 8 месяцев Я повзрослела лет на 6 Честно сказать Вот Никто меня пальцем не трогал Работали в клубе Только две женщины Это я И баба Люба Ей было 85 лет Она была уборщицей Она меня вот так По плечу хлопала И говорила А можно матом? Да Едеть пока дают Мне уже поздно Но я тогда этим не занималась совершенно Тогда не было Тогда не было Идея Знаете Ну вот И 8 месяцев там проработала Всех кинула на 100 тысяч Извините, друзья Если вы смотрите Вот И, собственно Осталось Ну, молодец Под впечатлением Так сказать Маша Опыт получила? Да Выводы сделала? Сделала Поаплодируйте, пожалуйста Ну, прикольно Согласись, прикольно Это прикольный опыт Молодец Любой претендент В парне Маше Должен пройти жесткую проверку У старшего брата Маши Димы Это есть такое Это есть такое То есть, чтобы стать Твоим парнем Надо пройти фейс-контрол Твоего брата А если ты очень сильно любишь Очень нравится человек Но он брату не нравится Как здесь быть? Ну, у меня был один парень Ага И мой брат называл его мушкетером Так И он мне не разрешал с ним дружить Потому что у него усы были Боярский? Не совсем Чуть моложе лета на 30, наверное Так Ну, вот Ну, как бы расстались Из-за этого? Не совсем Так Подожди Как так-то? Сейчас-то есть парень? Нет Нет Потому что Дима не разрешает Даже не хочу Ну и не хочешь Ну да, некогда этим заниматься Некогда А что ты делаешь? А чем тогда занимаешься? Я много чем занимаюсь Так Я сейчас вот две недели стримлю Так Это очень мне нравится А что стримишь? А мы сейчас поговорим на эту тему Обязательно Давайте мы факты и фейки Сейчас Пару фактов И потом уже поговорим Насчет стрима Песни пишу Маш Милаш и Мэйби Бэйби Планируют Что? Батлиться на Версусе Что это за смешарики? Маш Милаш Бэйби Маш Милаш И Мэйби Бэйби Планируется батлиться В Версусе Да? Нет Версус уже закончился Закончился Вычеркивай Ладно, давай Последний факт Маша снималась в клипе Никоглая После чего Сильно поругались Из-за этого Ну Не совсем так Но было, да Что было? Что было-то? Мы снялись у него в клипе И я вот тогда Хотела начать Быть стримером И мы договорились Я сказала У них не было денег На меня И на мою команду Девчонок И говорят У нас все бесплатно Я говорю Ну тогда вы должны С нами постримить А стримы Я вам сейчас Друзья расскажу Это не то Что у вас здесь Шесть камер Вот это профессионально А стримы Ты сможешь на телефон Хоть снимать Да я знаю Да? Я стримлю Я потом с тобой Поговорю на эту тему Реально? Да, господи Не говори с ним На эту тему Я с ним поговорю, ладно? Перестань Мне очень на самом деле Интересно Здесь Ванька Диппин Сидел Мы все время С ним разговаривали И я сейчас осваиваю Мне нравится эта история Мы с тобой пойдем Снимать тогда Давай Я сейчас всех взрослых Дедек Подтаскиваю В камеру Вопросов нет Меня даже не обидели Абсолютно Я-то еще Я-то молодой Мне сколько еще? Ну еще можно снимать Лет десять Конечно Точно Сколько мне? Вот как ты думаешь? Говори, не бойся обидеть Ну, наверное Тридцать чуть плюс Тридцать плюс? Ну Плюс сколько? Плюс пятнадцать Тридцать плюс Подожди Мы сейчас Не о погоде в Москве Ну давай плюс Просто тридцать плюс Ну что? Тридцать плюс Ну конечно А какой смысл тебе взрослых дядек тащить на стрим? Спасибо за детство сказать Да? Сейчас таким образом говорят спасибо за детство Ну да Мать Ну просто приятно Типа я делаю все, что я хочу Ладно, подожди Давай закроем тему про конфликт Чем конфликт закончился? Короче, закончился он тем, что мы договорились с ним Что из-за того, что мы у него снимаемся У нас типа бартер Он снимает с нами Вот В итоге Мы сняли клип Я все сделала как могла Не скажу, что я старалась на сто процентов Ну почему ты не старалась на сто процентов? Потому что я Он это увидел, видимо Нет, нет, нет Ему было достаточно Потому что я отдаю дань все-таки взрослым Я уважаю тех, за что Ну кого есть уважать за что-то А это время, вес, опыт Всякое такое Просто я говорю, что для меня Не с большой радостью идти к нему сниматься Потому что я не считаю, что он сделал что-то крутое Да, если бы ты меня позвал сниматься в клипе Например, да, или ты Нет, подожди, нас не сравнивали Нет, я просто говорю Я бы с удовольствием пошла и даже не просила бы с вас денег Он сам к себе не ходит в клипы сниматься Я снимался в клипах У меня снимался У Федука в клипе И где сейчас Федук? Так я снимался тогда Тогда Ну, короче В розовом виде В костюме В бутылке розового В костюме облака фиолетового В костюме здесь так красиво Короче, вообще Почему я это говорю? Ну просто Тебя расперло Ну и, короче, Никоглай Короче, и он немножко этого не сделал Мы должны были бартерную историю сделать Он мне, мы ему и ничего И я потом вижу Закупаются посты Как я вообще могу с ним встречаться Я думаю, что за прикол вообще Ну, посты по интернету Их очень много Что я с ним встречаюсь Как так можно опускаться Я думаю, что это за прикол Ну, это вообще супер нечестно Ну, это бред прям Вот Мы пишем сначала добр Там общаются наши менеджеры Типа, нахрена вы это делаете Они говорят Нет, нет, сейчас скоро будет стрим Сейчас все будет Сейчас все будет Сейчас обязательно это случится Кормят нас завтраками А потом все-таки Они не заходят до нас Приезжают к нам в дом Снимать стрип 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 Да Приезжают к нам в дом снимать Стрип Ну, короче, стрим И там он всех, ну, типа, срет девочек И я на него навыпендрилась Обзывает Обзывает? Обзывает Принижает И вот И всякое вот это неправильное Я подумала, что это опять нечестно Ну, и навыпендривалась на него Прямо в стриме Ну, короче, некрасиво себя повел Где-то друг друга что-то не поняли И так далее Так, да, стрима же прикольная Это когда кто-то там что-то ссорится Ну, для него прикольно А для меня нет Почему? Ну, что он меня обсирает? Сейчас не общаетесь, да? Ну, отписался Я его просто жестко осадила Попустила, так говорят Сейчас, когда они дружат Люди друг от друга отписываются И все И он сразу в меня отписался Прикиньте Отписался Моментально Я думаю, ну, ладно, бывает Обиделся, наверное Ну, я жестко его загасила Ну, и молодец, Мань По-человечески Ну, да По-настоящему Вот почему я и люблю взрослых Потому что взрослые уже понимают Как надо общаться с девочками, да? Что нужно говорить Что не очень Что можно вот здесь оставить, да? И не говорить Ты ведь провоцируешь сейчас Ага Тебя? Ну, давай Фигани-ка что-нибудь такое Чтобы я потеряла Я же взрослый Я знаю, когда надо фигануть Молодец Я по заказу не работаю Хорошо Мы просто представили тебя Как стримершу Сейчас можно стримить, кстати, в ВК Кто еще не в курсе ВК запустил стриминговую платформу ВК Play Live Так что залетайте на стримы К нам в ВК И вот интересно узнать С кем бы ты и звезд Вот согласилась бы стримить И что бы согласилась с ними делать на стриме Давай проведем небольшой эксперимент Давай Вот две стопочки карт На одной написано звезда А на второй Что ты будешь делать с этой звездой на стриме Тянешь любые две карточки Давай вот так вот Рандомным образом все вот так вот сделаем Сейчас узнаем С кем из звезд Маша бы не села за один стрим Итак, давай сначала эту карту Потом вот эту Итак, звезда Споющий без остановки Своей песни Валей Карнавал Постремила бы с Валей Карнавал? Ну, это было прикольно А вот тяни, что бы вы делали вот здесь Еще что-то делали И пока она бы пела без остановки, да Мы бы дрались секс с игрушками до первой крови Прикольно У нее периодически, пока она поет Рот открыт, есть куда бить Интересно? Честно сказать, интересно Ну так, знаете, ради прикола Ради прикола, да Я бы на это посмотрела Отлично, классная комбинация Тяни следующую звезду и следующую ситуацию Давай С голым Егором Кридом Это тоже блог, ребят, сразу же Да Пробовать повторить позу из Камасутры Почему бы и нет? А ну не на стрим Да? А что, допустим, он будет голый, а я буду одета, да? А без стрима захотела бы вот так, да, делать? Ну я бы на это посмотрела, как он бы повторял позу Так вы вдвоем это будете делать? А, нет, вдвоем, наверное, нет Вдвоем нет? Ну так как-то не Он будет писой своей, там, прикасаться ко мне То есть он еще не такой взрослый, у которого можно чему-то научиться, чтобы вот здесь А-а-а, ага, и кто-то бы а-ап, нифига Кридой мы убираем в сторону, правильно? Давай Не, ну голого Криды убираем Голого Криды убираем Если он будет одетый, Крид, Егор, куда смотреть? Да никуда не смотри Не надо смотреть Хорошо, я только сказала Зачем нам одетый Крид? Кому это интересно? Господи Да Извини, а ты вообще не читал? Читай, нет С мастурбирующим Пашей Техником О боже Ох ты Это он, в принципе, в любое время сейчас Да Можно просто с Пашей Техником, давай так Давай, давай, допустим, так Дегустировать российское пиво С Пашей Техником дегустировать российское пиво Дело в том, что я никогда не пью алкоголь Вообще Даже работая в стриптиз-клубе Конечно Не подходила тебе 85-летняя женщина И не говорила Бухай, пока дают Я приводила своих подруг Так У меня был фри-бар И они пили за меня Так Все Ты никогда не пила? Ты не пила Молодец Теперь мой пять себе Дайте аплодисменты Нет, подожди Человеку здорового образа жизни Это же круто Ну попробовать-то надо Ну я попробовала, знаешь, раз в два, наверное, три может Ну и типа мне просто невкусно Я как будто духи, знаете, в рот пшикла Мне это не нравится А духи пробовала? Случайно в детстве было такое Ба, вот, вот, поэтому не пьешь Ну вы тоже пробовали В детстве духи? Конечно Они же пахнут вкусные Ты думаешь, что они и на вкус так же? Нет, ты что? Похлопайте, пожалуйста, те, кто пробовал духи, блин Вот, вот Кого это? Откуда мы людей собираем? У тебя просто не было духов в детстве Так, ну а что там? Дегустировать пиво с Пашей техником? Да, да, нет, нет? Ну, наверное, нет Ну, просто с Пашей техником еще можно посидеть Но он тоже кучу всего скажет И нас заблокирует, друзья Это нам не подходит Не подходит, выкидывает Дальше Что-то, что-то, в чем прикол просто посидеть с Пашей техником? Нет, там, ребят, там такая движуха Ты видела последние движухи Паши техника? Я видела его и первые движухи Мне они, знаете, завораживающие Он нам такой, знаешь, тут Fashion Week показывал, какой здесь, когда приходил к нам в гости У нас же две программы в эфир не вышло Они все, я их снял на телефон Серьезно? У тебя есть? У меня на телефоне Реально, да? Есть, но тебе Костя потом после покажет Паша вытворял такое Давайте, если вот этот выпуск наберет 100 тысяч лайков, мы выложим не вошедшие программы с Пашей техником Ну, а я прошу всех остальных тогда монтажеров, меня вырежете оттуда, пожалуйста Ребята Ты реально ищешь эти видео? Да, я хочу Пока ты ищешь видео, давай следующую комбинацию смотрим С кем бы звезд ты постримила, Мань, давай С пьяненькой Дорой Так Проводить урок по целованию на фруктах и овощах Нормально, нормально, прикольно, да? Любишь ты все эти вещи Дора просто нравится Кто такая Дора? Дора, певица Давайте С очень грустным бустером С очень грустным бустером Нормально, можно его развеселить Кто это? Лепить пельмени в форме жопы Вот это топ, я считаю Лепить пельмени в форме жопы Да, это круто Класс! Это круто, берем Это круто Ай да, ай да контент А че нет? Ну все, окей, мы поняли, что 50 на 50 сделали выводы, с кем Маня сможет сделать стримы, а с кем не может Поаплодируйте, пожалуйста, в гостях шоу «Ночной контакт» Маш Милаш, мы продолжаем У тебя недавно вышел мини-альбом под названием «Четыре песни, записанные в бассейне» Расскажи, что это такое Смотри, у меня вышел первый альбом, песню, которую я пела Так, сама пишешь? Да Все сама пишешь? Музыку и слова Молодец, уважуха Спасибо Это был «Грустный альбом о любви» Там было 13 треков «Грустных о любви» Все, все 13 песен «Грустных о любви» Почему? Это что-то связано, личная история? Это потому что… Это где-то Димка накосячил, не допустил того парня, который тебя любит и которого ты любил Да, и не срослось у нас там, не дошло ни до чего Короче, суть в том, что написала «Грустный альбом» и после него я решила выпустить «Веселый» Как было? Выпустила, очень порадовалась, у меня был день рождения, я была в бассейне, было лето, это вот сейчас было Было очень жарко, и я решила записать альбом прямо в бассейне Вот так, вот так вот сейчас, понимаешь? Четыре песни в бассейне записала, просто Поставила микрофон с моим звукарем Ромой, мы поставили, и просто пели, и там на битах, вы можете послушать, там прям бульки, прям вода, буль делает А как ты бульки делала? Вот так А точно так? Хорошо У меня даже есть видео, доказательства Давайте так, мы прямо сейчас с Машей запишем еще несколько песен в этот же альбом Прямо сейчас? Тоже в бассейне, тоже в бассейне, но уже по нашим жестким правилам, готова? Ну давай Поехали Давай, скажи мне, пожалуйста, ты песни свои записывала в таком бассейне? Он был побольше и повыше Серьезно? Ну был такой, резиновый Да, и была вода в нем еще А без воды ты не можешь? Ну я не пробовала А со льдом ты можешь? Я не знаю Да, вот сейчас с тобой попробуем В общем, правила такие Мы с тобой стоим бассейн и ногами в бассейне И сейчас на экране появляется название песен Выбираем по очереди, слушаем и пытаемся повторить слово в слово Я понял Если жюри в лице Кости решит, что песню мы повторили плохо, то в наш бассейн высыпает лед Я даю три ошибки Три ошибки даю Три ошибки ты даешь? Я не могу считать Итак, название песен появляется на экране И я тебе сразу могу сказать, я их не знаю Я их не знаю А песни такие Бар у бассейна Холодная вода Подводный мир И лед между нами Давай, выбирай какую песню, с какой песни начнем Ты первая, Маша Ну давай Бар у бассейна Бар у бассейна Итак, пожалуйста, включите нам песню Бар у бассейна Я на баре у бассейна Тут так много есть коктейлей Я возьму пинаколаду Я возьму пинаколаду И дайкири тоже надо А потом мартини чашу И пойду на секс на пляже Ах Начинай Я на баре у бассейна Так Тут так много есть коктейлей Так Я возьму пинаколаду И дайкири тоже надо А потом мартини чашу И пойду на секс на пляже Ах Начинай Я на баре у бассейна Так Тут Тут так много есть коктейлей Да Я возьму пинаколаду И дайкири тоже надо А потом мартини чашу И пойду на секс на пляже Ах Ах Бар! Браво! Нет, нет, нет Никакой не браво Во-первых, самая главная ошибка Не было в конце А Она сделала А, но только сделала плохо Но сделай красиво Ах Ну это, к сожалению, было позже, чем надо Это было не вовремя Ты должна знать Как девушка, это должно быть вовремя Лед, пожалуйста, лед Это было плохо Э, лед, лед Э, подожди, это нечестно Реально, она сделала Ах Нет, ребят, давайте так А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а На самом деле Вы просто должны понимать цену ошибки Иначе вы бы не поняли Итак, Сташ, поехали Ты понимаешь, из-за этого твоего Нам засыпали лед. Могла нормально сделать? Ладно, я в следующий раз. Все, Маш, хорошо. Холодная вода. В бассейне, как всегда, холодная вода. По телу мурашки, дыбом все кудряшки. А мистер Министас уменьшился в пять раз. Поставьте еще раз, я про волосы не понял. В бассейне, как всегда, холодная вода. По телу мурашки, дыбом все кудряшки. А мистер Министас уменьшился в пять раз. В бассейне, как всегда, холодная вода. По телу все мурашки и дыбом все кудряшки. А мистер Мелкий Стас уменьшился в сто раз. О, три ошибки. Вот если бы ты в конце хотя бы сказал в пять раз, а не в сто раз, то льда бы не было. А так, лед, пожалуйста. Я тебя ненавижу, Пушкин. Ошибка была. Жестко, да? Вот, видишь, вот теперь этот звук похож на тот, который был в песне. Давай быстрее песню выбирай. Подводный мир. Подводный мир. Слушаем, поем. С аквалангом я нырнула и увидела акулу, сайру, мерку, судака. Палтус был, была треска и огромнейший тунец. Это прям вообще пипец. Запомнила или еще раз? Сопроцентно еще раз. Еще раз, давайте еще раз. Это побольше у меня всегда текста. Давайте еще раз. С аквалангом я нырнула и увидела акулу, сайру, мерку, судака. Палтус был, была треска и огромнейший тунец. Это прям вообще пипец. Я считаю, можно сразу льда. Давай, 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 попробуй. Короче, ой, нет, друзья. Начинается с аквалангом. Да, я помню, что с аквалангом я купа, нет, не купа, с аквалангом я нырнула. Сырнула и увидела акулу, сайру, нерку и тунец, судака, а потом еще треска. Палтус был. Палтус был и был, и был. Была треска. Была треска. А потом еще тунец. Огромнейший тунец. Огромнейший тунец. Не забывай. Но и был вообще капец. Капец, капец. Так, ну это 14 ошибок. Пожалуйста, лед. Какой? Какой лед? Лед еще. Так, ну что ж. А последняя песня у нас осталась. Лед между нами, дуэтную песню. Давайте нам. Ой, хорошо. Поехали. Это жестко, жестко. Жестко. Включайте. Между нами в бассейне так стало тепло. Это солнце нагрело. Нет, детка, это не оно. Может кто-то решил лед между нами растопить? Это мне из бассейна было лень выходить. Давай еще раз быстро, еще раз, быстро слушаем, еще раз. Между нами в бассейне так стало тепло. Это солнце нагрело? Нет, детка, это не оно. Может кто-то решил лед между нами растопить? Это мне из бассейна было лень. Давай-давай-давай-давай! Между нами в бассейне вдруг стало тепло Это солнце зло Нет, это не оно Может, кто-то решил лед между нами топить? Нет, детка, это просто мне было лень Выходи Так, ну, ребят Пойдем назад, нет, нет, не вперед, назад, выходи Мама родная, вы не представляете, насколько нам сейчас было холодно Поаплодируйте нам, пожалуйста, тех, кто сегодня пришел в эту студию Огромное спасибо Маше, спасибо тебе огромное, что ты пришла сегодня к нам в гости Мы тебя ждем еще раз Всегда приятно знакомиться с молодыми артистами И лед, пожалуйста, принесите лед И с творчеством шоу «Ночной контакт» Эти гости периодически у нас появляются Молодые, интересные артисты И иногда мы даже Отправляемся на поиски таких В этом году команда «Ночного контакта» Снова, как и в прошлом году Отправилась на фестиваль «Таврида арт» Чтобы найти новый музыкальный талант Пригласить его в шоу «Ночной контакт» Смотрите, что из этого получилось А мы Маше говорим пока Спасибо тебе огромное И удачи в творчестве Спасибо тебе большое Спасибо, пока Пока В этом году на солнечном побережье Черного моря Вновь прошел уникальный фестиваль «Таврида арт» «Таврида арт» Это платформа возможностей для молодых деятелей Креативных индустрий, культуры и искусства А сам фестиваль «Таврида арт» каждый год Собирает у себя крутых ребят со всей страны И дает им возможность познакомиться Обменяться опытом Посетить многочисленные мастер-классы С крутыми наставниками И даже сделать совместные творческие проекты И однажды побывав здесь Каждый может заявить о себе И отсюда начать свой путь к успеху В этом году с помощью кастинг-платформы «Таврида арт» Команда «Ночного контакта» Провела музыкальный кастинг И выбрала из более чем 300 участников Одного счастливчика И прямо сейчас победитель этого уникального кастинга Выступит в шоу «Ночной контакт» Погнали! Бугинь.... Бугинь берут трубки Котки идут Сажусь в последнюю шлюпку Может быть в меня спасут О-о-о В ланке так мало места Люди толкаются каждый Помнит свой грех Звучала часть манифеста Закрыт проход на ковчег У меня болит голова, заварила кашу, не вывезла. У меня болит голова, я на грани сердечного приступа. Боги не берут трубки, я на грани сердечного приступа. Боги не берут трубки, я на грани, я. Теперь как консервная банка, уже 22-й, вокруг жестокий быт. Мы словно чай зоопарка, когда-нибудь и он сгорит. О-о-о, послать бы к черту планету, дешевую шлюпку, что держит нас на воде. Нас уже нет пушки и смети, поэтому мы на земле. У меня болит голова, заварила кашу, не вывезла. У меня болит голова, я на грани сердечного. У меня болит голова, заварила кашу, не вывезла. У меня болит голова, я на грани сердечного приступа. У меня болит голова, я на грани, я. Боги не берут трубки, я на грани сердечного приступа. Боги не берут трубки, я на грани, я. Боги не берут трубки, я на грани сердечного приступа. Боги не берут трубки, я на грани, я. У меня болит голова, заварила кашу, не вывезла. У меня болит голова, я на грани сердечного. У меня болит голова Заварила кашу, мне вывезла Я почти дошла до конца, но Поки не берут трубки Редактор субтитров А.Семкин